Итак, давайте поговорим про историю формирования самого Белого моря, потому что только поговорив об этом, мы сможем понять, каким же образом сформировалось вот такое странное двусоставное население Белого моря. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно совершить путешествие в прошлое, а несколько тысяч лет назад. Сама по себе котловина Белого моря возникла достаточно давно. Здесь есть отложения, которые сформировались многие миллионы лет назад. Однако сама история Белого моря начинается с того, как начал таять ледник, который покрывал скандинавский и кольский полуостров. И вот именно с этого момента можно считать начало времени существования Белого моря. Тогда, 11 тысяч лет назад, когда начались эти события, здесь располагалась огромная толща льда, которая достигала высоты трех километров. Я видел ледники на Шпицбергене, вот здесь вы видите такой ледник, прекрасный, совершенно замечательно выглядающий лед, голубого цвета. Но высота этого льда, высота этого ледника всего лишь несколько сотен метров. Это жалкое подобие того, что было когда-то 11 тысяч лет назад. И вот эта огромная, многомиллионная тонная голуба льда продавила земную кору. И за счет этого она прогнулась на 200-300 метров. И это впоследствии достаточно сильно сказалось на облике Белого моря и продолжает сказываться. Про это у нас будет отдельные видеофрагменты. И вот 11 тысяч лет назад этот ледник начал таять. И когда лед начал таять, в центре Белого моря, здесь центральная часть его бассейна, остался гигантский айсберг. Сам ледник сильно сократился, остался лишь вот здесь центральная часть Скандинавии. А вот эта часть, огромная глыба льда, которая сохранилась в центральной части моря, она достигала дна. Толщина этой глыбы была порядка 500-600 метров. И вот этот гигантский айсберг, который располагался в центральной части Белого моря, он сыграл большую роль в форме той самой сложной фауны, которая здесь присутствует. Дело в том, что по мере таянии ледника, вокруг него образовывались пресные озера, подпруженные озера. Вот здесь на этой схеме это показано косой штриховкой. Это пресные воды, которые окружали вот этот сам ледник. Вот они здесь показаны светлыми. И вот это огромное подпруженное озеро, это было пресноводное местопитание. Здесь никаких морских животных быть не могло. Но поскольку ледник сильно растаял, то сюда начинают проникать языки соленой воды из Баренцевого моря, которое к тому моменту уже вполне обогревалось Гольфстримом. И вот эти языки соленой воды начинают циркулировать вокруг вот этого самого ледника. Вот посмотрите, здесь это показано вот такой клетчатой штриховкой. Соответственно, вместе с этими языками соленой воды из холодной Арктики начинают проникать животные арктические. То есть вот та самая Портландия и другие формы. И постепенно через какие-то видимо буферные водоемы эти арктические формы начали заселять будущую котловину Белого моря. Поскольку гидрологический режим к тому времени еще не сформировался, вот этого выносящего течения Тимунова еще сильного не было, поэтому вот это движение здесь было возможным. И одновременно с запада отсюда, опять же по языкам вот этой соленой воды, начинают постепенно проникать в реальные формы. Мидии, например. И вот они постепенно, приходя сюда, такими коротенькими перебежками, продвигались все дальше и дальше. А поскольку они прекрасно могли выносить опреснение, то, конечно, в пресную воду не лезли, но все ближе и ближе сблигались к этому леднику. Но самый интерес заключался в том, что вот эта вода, которая сюда заходила, она была теплой и, соответственно, она приводила к тому, что ледник таял, но в результате возникал градиент солености и температуры, которая, как мы сами помним, приводит к формированию течений. И в итоге постепенно начался формироваться такой удивительный насос, который засасывал соленую воду из Баренцева моря и по мере обхождения вокруг ледника, то есть вот так вот окружая его, она опреснялась, выносилась сюда дальше в Баренцева моря, но в итоге из-за такого градиента все больше и больше соленой воды насасывалось в Белое море, то есть фактически этот самый айсберг, который находился в центре Белого моря, он создавал такую тягу, которая его же и разрушала. Вот в итоге через несколько тысяч лет этот айсберг практически полностью разрушился, всплыл и дальше уже исчез. Произошло это порядка пяти тысяч лет назад, а дальше уже никаких проблем с вселением бариальных видов не было, море достаточно осолонилось, поэтому бариальные виды начали вселяться сюда из Баренцева моря. А вот потомки иммигрантов из Арктики оказались заперты вот здесь в котловине Белого моря и с тех пор они тут и существуют. Вот таким образом возникли два, так сказать, таких элемента Беломорской фауны. Позже, порядка тысячи лет назад, наблюдалось небольшое похолодание после такого потепления. Кстати, в тот период, когда произошло это потепление, здесь было практически как в средней полосе, здесь росли дубы, здесь было достаточно тепло. Но вот порядка тысячи лет назад начинается небольшое похолодание и море постепенно приобретает современный вид. По берегам его исчезают широколистиные леса, здесь начинают доминировать хвойные породы, возникает такой же типичный для Белого моря вид побережий. Ну и складывается уже вполне сфортировавшаяся привычная нам Беломорская фауна, в которой потомки арктических вселенцев живут на большой глубине в холодной зимней воде, которая находится на большой глубине. А иммигранты из теплой Атлантики заселяют поверхностную водную массу и концентрируются либо в мелководных заливах, либо по берегам, то есть на мелководьях более глубоких заливах. Субтитры создавал DimaTorzok